Всем здравствуйте! Вы смотрите программу из первых рук в студии Асель Арастангалиева. Сегодня поговорим о работе баскетбольного клуба Актубе, потому что они совсем недавно вернулись в наш город и с очередным трофеем. Итак, у нас сегодня в студии Алмат Кинжигулов, председатель Федерации баскетбола по Актубинской области и Сергей Яшин, капитан команды Актубе и атакующий защитник. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, у нас в Шимкенте проходил республиканский турнир по баскетболу. В каких числах, с кем, кто был соперником? В целом, впечатление об игре, потому что, я вижу, вы вернулись с наградами. Получается, турнир проходил с 18 по 20 августа в городе Шимкент. Все очень понравилось. Соперники были достойны. То есть, получается, стоило побороться за первое место. Соперники кто был? Да. Соперники были с города Шимкент, команды три. Сами хозяева, получается. Да, хозяева. Также приезжали гости с разных тоже городов. Были город Кустанай. Также еще была команда Актубе. Тоже частная школа, БК «Гориллос». Тоже достойно себя показали. Достойный уровень. Как долго готовились, Сергей? Готовились усердно. Месяц тренировок. Перед этим турниром. Перед съездом, да. Вот. Как подготовка Алмат была? Так, извиняюсь за свой голос. Я так поняла, что да, вы. Посадил свой голос на соревнованиях. Вот. Очень сильно трудились. Болели. И указания ребятам кричали, волновались. Не так легко дались эти победы. На самом деле команды были там серьезные. Команды также были там Южного Казахстана. То есть, принимал Шимкент. Это Тарас. Так. Тарас, Шимкент и… Костя с Ак-Тюбе тоже были. Да. Ак-Тюбе была, Алмата, Астана. От кого-то мы еще забыли. Ну, Южные города были практически все. Вот. И команды показали хороший результат. Но наши оказались сильнее, как всегда. И второй год подряд мы забираем кубок, золотые медали. И доказываем, что наша школа в Ак-Тюбе сильнейшая. Вот. И надо отметить, что вторая команда, тоже частная школа, вот он назвал «Гориллос», взяли бронзу. То есть, мы взяли две призовые награды. Ну, Ак-Тюбе показывает хорошие результаты по баскетболу. И каждый турнир, каждый чемпионат, в принципе, тут-в-тфу не заканчивается для вас как-то другим образом. Только вы приезжаете и возвращаетесь с наградами. Как прошел прошлый сезон? Потому что у вас сейчас начинается новый. В прошлый сезон прошел успешно. Также мы завивали первое место. Но это все благодаря, я считаю, благодаря усердным тренировкам, хорошему тренеру, хорошему составу, дисциплине. То, что все дружно, все мы одна. Не просто команда, мы как семья. Все мы дружно ладим, все мы как-то взаимодействуем. Вот. Да, у вас тот вид спорта, когда одно дело, когда каждый сам за себя, да, а здесь командная именно игра, и здесь нет таких притязаний. Ты мне, я тебе, никаких обид. Все должно быть в таком едином ключе. Расскажите о команде. Как капитан команды, презентуйте, пожалуйста. Команда, как я сказал, уже очень дружная. Все мы друг другу помогаем на площадке. Баскетбол – это командный вид спорта, где не получится вытащить одному. То есть у каждого своя какая-либо ответственность. Ключевая роль, да? Верно. Да. То есть Даррен хороший игрок был, Тамерлан. Да вообще в целом вся команда себя хорошо показала и достойна уровень. Есть тренер, есть капитан команды, есть… Вы также являетесь еще и атакующим защитником. То есть вот несколько слов о позициях также. Как работа ведется? Получается, есть первый номер – это разыгрывающий. Он разводит мяч и уже заказывает какие-либо комбинации. Второй номер – он больше как бросающий. То есть бросок, все комбинации выводятся на него. Третий – он легкий форвард. То есть он зачастую проходит под кольцом и играет уже в проходах. Четвертый номер – это тяжелый форвард. Он отвечает как за подборы, так и за проходы. То есть его работы под кольцом. А пятый номер – это центровой. Его задача – это подборы и все под кольцом тоже работы. Алмат, одно дело, да, когда команда, она отрабатывает, опять же, да, на площадке тренер, тренерская работа, но еще большую роль играет и поддержка администрации. Да, конечно, поддержка администрации. Ну, поддержка у нас активно идет. У нас хорошие условия. Всегда отзываются на проблемы активно. Если возникают, проблемы всегда возникают, но они у нас как бы решаются очень активно и позитивно и хорошо. Ну, стоит отметить, конечно, самое трудолюбие ребят, талант ребят. Вот, и, то есть практически на всех турнирах мы забираем вот такие вот призы, как лучший игрок, награды, да. То есть вот Сергей стал, его отметили лучший игрок Казахстана. И практически все ребята наши забирают эти награды, лучших игроков. Вот, и что еще хотелось отметить, то, что недавно также мы перед соревнованием ездили на УТС в Турцию. Первый такой был у нас наш заграничный выезд на учебную тренировочную сбору именно юниоров, молодежи. И молодежь, и мы все отметили, что посетив крупные мегаполисы, развитые, да, вот эти вот города, мы отметили, что наши спортзалы и условия, где мы тренируемся, где наши дети тренируются, лучше. То есть инвентарь мы увидели там, то есть условия похуже. То есть, соответственно, о чем говорит сейчас наш последний год, эти результаты постарались хорошенько в области оба спорта, то есть работа Акимата тоже есть, и, соответственно, родители наши тоже все всегда активно действуют в этом плане, чтобы у детей было все самое лучшее. И у нас сейчас такие вот результаты, то есть наши дети занимаются уверены, когда приезжают на соревнованиях, то есть чаще всего сейчас вот по Казахстану, когда мы ездим на республиканские турниры, мы видим условия хуже наших от тюменских, то есть, и это о чем говорит. Но при этом затраты, обучение, и мы узнаем, что там все это намного дороже, чем у нас в Актобе. Еще один момент, я понимаю, что все в положительном ключе, плюс, естественно, от этого зависит результат ребят, и они показывают, но тем не менее, возможно, есть какие-то проблемы? Да. На самом деле, да, проблем, конечно, много. Вот хотелось сейчас, на данный момент мы столкнулись с одной такой главной проблемой, как раз в преддвериях набора, начало учебного периода. То есть проблема именно с залом. Как возникла эта проблема? Вообще, то есть, знаете, у нас есть профессиональный клуб, который основал, добивался улучшения этого клуба, добивался улучшения финансирования. Когда это улучшение финансирования произошло, сейчас как будто бы это сыграло все против нас. То есть в каком ключе? Есть у нас сейчас три зала по городу, рассредоточенные в разных точках для удобства, да, населения, куда записывают детей, да, в местах жительства. И есть у нас также спорткомплект Келещек, очень хороший, современно оборудованный, находится в районе Келещек, да, то есть Заречный, Желянка, это вот для всех жителей Сиити, да, даже для старой части подходят жители. И группы у нас очень сильно хорошо заполнились, всем нравятся условия, да, то есть школа очень хорошо пошла. И тоже оттуда вот ребята тоже ездили, кстати, стали чемпионами воспитанники с этого зала именно. И тут возникает у нас такая проблема. У клуба пошло в этом году расширение профессионального клуба. В клубе теперь появились еще люди, тоже немножко расширилось у нас тоже управление клуба и неуправляемые немножко они. То есть свои какие-то диктуют моменты, не зная чем... Материруют. Да, и то есть теперь клуб приходит в этот зал и отбирает время школы у детей наглым образом. И то есть заявляет, что теперь будет заниматься профессионалы взрослые. А дети как бы там двигайтесь, найдете себе время. Передвигают с вечернего времени на три часа дня, которое вообще никак неудобно. То есть дети практически только со школой заканчивают это время. И плюс район обширный, большой, добраться, успеть перекусить, да, что-то вот это никак не будет удобно. То есть сейчас родители недовольны всем этим моментом. Дети тем более расстроены. Вот. Потому что они привыкли заниматься в одно время. И суть в том, что школа это уже сколько, третий год занимается. И каким-то образом, то есть профессиональный взрослый баскетбол мешает развитию детского баскетбола. Это как бы противоречит, да, то есть вообще понятию. Я сам как председатель федерации баскетбола вот уже пытался как-то эту проблему решить, но она не решается, да. То есть мне просто говорят, все, дети там, не знаю, расформировывайте или чего хотите из этой школы. То есть, ну, хотел поднять этот вопрос и, может быть, чтобы Акимат принял меры. Все-таки для профессионалов, для взрослых можно найти и место в городе, и зал, и время удобное. Им проще подстроиться, да, то есть у них нет школы, еще что-то, то есть таких моментов. Вот, Сергей, к примеру, вот вы в какой части города живете и где занимаетесь, в каком из залов? Я живу на Кирпичном, то есть далеко, но занимаюсь в конусе. То есть не так сложно добираться, потому что у меня мама работает рядом с этой школой, и по совместительству мы вместе с ней добираемся, поэтому вопросов никаких нет. Как бы комфортно все-таки, да. Но в остальном, вот касаемо баскетбола, все-таки вот школа, она, скажем так, воспитывает, а также своих профессионалов для большого спорта. И условия немаловажную роль играют в этом плане. Вы как в баскетбол пришли? Я пришел в баскетбол, у меня было четыре старших брата, которые все занимались баскетболом. Да, то есть в баскетбол просто так не приходят люди, у них физические данные должны быть определенные, я правильно понимаю? Ну, с детства, в принципе, не обязательно физические данные, тем более современный баскетбол, это позиционный вид спорта. То есть каждый может опять же записаться в вопрос, только опять сейчас встал в локации. Ну, как считаете, разрешится вопрос, Акимат пойдет навстречу? Я думаю, вообще проблемы нету. Просто единственное, нужно найти вот точку коммуникации для того, чтобы... Да, просто взрослые профессионалы должны уступить детям и найти себе время другое. Рассчитываем на то, что вопрос решится, обязательно Акимат откликнется. Ну, а вам желаем успехов и новых побед. Спасибо большое. Напомню, сегодня в студии были Алмат Кенджигулов, председатель федерации по баскетболу Актюбинской области, и Сергей Яшин, капитан команды БК Актюбе, атакующий защитник. Сегодня говорили о том, что ребята совсем недавно вернулись из Шимкента с очередной победой. Но вот вопрос возникает сейчас с тем, что в школе негде заниматься. Надеемся, что этот вопрос каким-нибудь образом решится, и Акимат и власти обязательно пойдут навстречу ребятам, которые хотят заниматься спортом. На этом наша программа завершена. До скорых встреч!